I have ways of blowing things up. Так, веганская диета набирает популярность. Молодежь все чаще выбирает образ жизни гномов. Кассовые сборы фильма «Высококлассное оружие» достигли поразительных 2 миллиардов долларов по всему миру. Да, чего на самом деле хочет поколение Z? Независимый опрос. Начинаем день. Так, подождите. Туда мы еще доберемся. Джордж у нас. Смешные фильмы про копов. Торты, приготовленные без молока. Боюсь, не люблю призрака. Воспитываю трех замечательных девочек. Кручусь в этом безумном мире и обожаю свою милую жену. Места для жены на фотке не нашлось. Все было забито детьми. Так. Сильдер, друзья, сториз. Во. Риана. Крайний срок заказов на сегодня. 13.00 без ночных доставок. Миртл. Устроили перерыв. Вовсе несколько часов играли в настолки. Было круто. Ты понимаешь разницу между словом перерыв и несколько часов? Это значит немножко подозрительно. Смотрите, что вытворила миртлиш. Такой тайкон сфоткала мы в серьезную физиономию, пока я гоняла в Super Brawl Pels 2. На свитче, между прочим, гоняет. Одобряю. Свитч это правильная штука. Я просто сам как обладатель свитча считаю, что как таковые игровые консоли, они уходят в далекое прошлое, они уже не актуальны. Все вот эти вот Xbox, Sony, причем Xbox это поняли гораздо раньше, потому что они быстренько объединили свои аккаунты. И теперь ты такой сидел, играл на Xbox в какую-то игру, у тебя сохранилась игра, и ты потом такой идешь, садишься за компьютер. У тебя, если есть вот этот синхронизатор Xbox, то ты садишься и на компьютере продолжаешь играть в ту же игру с того же сохранения. Это круто, потому что, ну на самом деле, консолька это очень такая сейчас спорная штука. Никто не будет покупать себе чисто консольку, чтобы поиграть. К тому же, что ПК-гейминг всегда был гораздо лучше. А вот такая вот тема, как портативные консольки и гибриды, которые не сосредоточены на графике, а сосредоточены именно на классных играх и хорошем геймплее. То есть, как по мне, это единственный правильный выход. Нет, у тебя есть серьезные игры на ПК, и у тебя есть свитч для всяких таких мелких интересных проектов. Больше что-то покупать смысла нет. Итак, очень занят, увидимся завтра. Хэштег зашел сказать привет. Короче, про белый-то не для тебя, да? Я понял. Так, черняя молва. Давайте зайдем, глянем. Часть первая, Галатея. Она должна была быть всего лишь персонажем из моих рассказов. Если что, Галатея это про древнюю скульптуру, которую выковали... Выковали... Вытесали. Погоди. И вытесывают из камня, правильно, скульптуры? Ну, грубо говоря, скульптуру, которую извояли настолько искусно, что она превратилась в живого человека, ожила. И, собственно, скульптор влюбился в нее. Последнее время что-то у меня такое ощущение... Чем больше я говорю на русском какие-то слова, которые вроде бы правильные, но звучит это отвратительно. Переходите на английский, ребят. Реально. Будет лучше. Так. Все, что ее касалось, должно было быть под моим контролем. Как она влюбилась на крышу своего дома, как станцевала на сорочьем мосту, колесо обозрения. Я полностью ее придумал. Она это лишь цепочка слов, которые вышли из кончика моей ручки и соединились в рассказы. Мое творение. И не принято, чтобы творец влюблялся в свое творение. Но чем больше чернил вливалось в слова на страницы моего блокнота, тем реальнее и ярче все она становилось. Черный, как смоль водопад ее волос. Ее глаза цвета, которым позавидует сама осень. За идеально подходящими круглыми очками с янтарным оттенком. Изгиб ее улыбки и ангельская трель ее голоса. Созвездие ее ключиц. Ее форма. Вот это, кстати, красивая и поэтичная речь. Блин. Снимаю шляпу. Она шагнула в мою реальность и стала продвигаться в нее все глубже, с каждым написанным на бумаге словом. Клянусь. Иногда, что иногда в тиши ночи она появлялась в моем кабинете и нашептывала, как я должен ее описать. Она помогала мне создавать рассказы с ее участием. Поправляла меня в выборе слов, говоря, что никогда не сказала бы любимому то, что я изначально задумывал. Честно говоря, я начал ревновать ее к другому. Мне было больно слышать, как она призналась ему в любви. После их разговора на колесе обозревания хотелось оказаться рядом с их спустившейся кабинкой, потому что я бы врезал тому парню по роже. Я наполовину обезумевал, пытаясь придумать для нее идеальную концовку. Влюбляться в нее, в принципе, было безумием. Она даже сама выбрала себе имя. Галатея. Ну, это скорее символизм. Сегодня вечером заварив себе чашку Эрл Грея, моего согревающего напарника по писательству, я заметил, что блокнот открыт. Я еще не приступал к работе, так что знал, что точно не открывал блокнот и уж точно ничего в него не записывал. И все же он лежал передо мной. А на его странице аккуратным и незнакомым мне почерком было выведено несколько предложений прямо под моими черновыми записями. «Встретимся между абзацев. Среди твоих слов достаточное место для танца. Давай встретимся в твоих рассказах, ты и я. Пусть эта история станет твоей, нашей. Давай встретимся в мире, который ты для меня создал. Найди меня, пигмалион, создатель мой, любовь моя». Честно говоря, вот это вот, это прямое проявление психоза. Ну, то есть, я понимаю, что она нашептывала ему это, ну, некое, некое такое, скажем, грубо говоря, разделение сознания. Но фишка в том, что раз в его рассказах она была счастлива с кем-то другим, а он так сильно хотел ее для себя, что она не могла написать вот эти строчки. Потому что это не она, она с тем парнем, а он так хотел быть с ней, что он это написал типа от лица. И это сумасшествие, это грустно. То есть, влюбляться в свое творение, это не безумие. То, что ты сделал, это безумие, но если ты не любишь то, что ты делаешь, тогда зачем ты это делаешь? Итак, надо было сразу отдавать потерянные вещи хозяевам. Тогда не пришлось бы ломать голову, почему они теперь внезапно пропадают. Хватит! У меня не было... Во-первых, они куда-то... Почему они пропадают, во-первых? Во-вторых, я вроде всем все отдавал, идите нафиг. Я не знаю, кому там принадлежал этот бэджик и... Идите, короче, отсюда нафиг со своими этими. О! Рэйчел, Некотян. Привет-привет, Рэйчел. Ой. Извини, я просто так рада. У меня получилось. Поздравляю. А что именно получилось? А я о музыке, которую мы пишем с Ай-Джиэм. Помнишь, мы обсуждали это в прошлый раз. А, ну да. Да. Я принесла с собой запись, послушаешь? Да, давай. И точно можно слушать? Как насчет соглашения, разглашения и всего такого? Да, брось, все равно мы здесь одни. Все будет нормально. Мы уже сто раз все переделали, так что... Э-э-э... Да забудь, включай уже, не тяни. Мне нравится. Шаффл. Свитхарт латте. Армии и... Не качал. Не качал. Я мог переключать музыку? Я оставлю. Я оставлю этот саундтрек. Мне нравится. Мне нравится. Очень прикольно, очень челой. То есть, мне в принципе здесь вайбовая музыка нравится, но... Рэйдж, спасибо. Меня вдохновил напиток, который я здесь попробовала. Кажется, тут латт назывался Влюбленность. Точно. Сама сочинила мелодию? Вместе с Арами, да. Знают, название Влюбленность... Ожидаешь чего-то повеселее, да? Нет? Ну почему? Ну кто сказал, что Влюбленность это обязательно только веселье? Это же... По-моему, вот эта музыка вполне подходит. Ну а пока готовился мой напиток, я задумывался о зарождении чувств, о том, как это фантазировать о человеке, который тебе нравится, о сочетании кислинки, тревожности и сладости предвкушения. Какое-то время этот хрупкий баланс удается поддерживать, и затем наконец-то решаешь признаться. Думаю, я понимаю, о чем ты. А, похоже ведь на напиток. Его не приготовили без соблюдения идеального баланса ингредиентов и подходящей температуры. Так же? Значит, молоко свернется, да? Хе-хе. Интересный подход к выбору названия. Только хочу спросить. Да. Если это твой новый сингл, слушатели наверняка захотят услышать твой голос. Да, но у меня все схвачено. Вот увидишь. Как тебе вообще дела? Все нормально, как обычно. Погоди-ка, чуть не забыла. Моя папа вчера сюда заглядывал. Эндрю? Было дело. Приходил пообщаться с Галой. Ясно, почему? Прямо к сведению. Ну что? Он вчера не ответил на мои сообщения, так что мне стало любопытно, чем он занимался. А, понятно. А вы что, редко видитесь? В смысле, я его сегодня видел утром. Мы по-прежнему живем под одной крышей. Надо же. Мне казалось, ты с нетерпением ждала, пока я тебе смогу сделать следующее, чтобы съехать. Ну... Это дорого. Живя в большом городе, съезжать от родителей, это дорого. Даже когда ты звезда. Это правда, но папа мало же не становится. Последнее время он довольно забывчивый, так что я немного за него беспокоюсь. Понимаю. К тому же у нас с ним больше никого нет. На Широтне я живу в других странах, так что хоть он был ворчуном, сколько я себя помню, я пока за ним приглядываю. Ну, понятно. Привет, заходи. А... Нормальная певица и певица-курильщика. Добрый вечер. Привет, Реона. Рад тебя видеть. А-а-а. А почему... Он закончился? Я хочу, чтобы он играл. Привет. Как дела? Эй, извините. Секундочку. Да, конечно. Ну, не, все хорошо? Даже не знаю. Ну, давай я пока сделаю заказ. Хорошо, что бы тебе хотелось? Чашка молока, пожалуйста. Хе-хе-хе. Ну... Чашка молока. Молоко. Держи, чашка тепла молока. Спасибо. Ммм... Что такое? Да ничего. Просто кое-что вспомнило. Ничего такого, не переживай. Ты в порядке? Нет. Только не ори. Кажется, я грущу. Да, блин, вот ты тот человек, который приходит и размазывает свою грусть под чувством всех остальных окружающих. Что случилось? Да, Реон, что стряслось? Только не ори. В последнее время я много размышлял о чем? В моей ситуации... У вас бывало такое ощущение, что то, чем вы занимаетесь всю жизнь, это ошибка. Что вызвал у тебя такие мысли? Извините, меня я не хочу драматизировать. Но ты уже. Вы не против выслушать мои путанные размышления? Я не хочу, честно, я не хочу. Ну, придется, видимо. Конечно, держи себя... Не держи себя. Рэйчел права, не стесняйся. После того, как я выслушал вашу слух с вами истории, и поговорил с тобой, и другими... с нами посетителем кофейни, и в течение недели я постепенно поняла, что у меня весьма неверное понимание многих вещей. В смысле? И куда больше меня тревожит тот факт, что я всегда знал о своем невежестве, и ничего с ним не делала. Знал о невежестве? В каком смысле? Рэйчел. В итоге ты сейчас, это результат твоего труда и упорства. Ты отточила свой талант, но и не уклонялась от риска. У тебя получилось добиться успеха. Так что хорошо знаешь, что ты индустрия, что чувствуешь себя в ней как рыбу в воде. И я очень уважаю тебя за это. А Лукас, хоть мне и не слишком близок его контент, Лукас достаточно успешен, чтобы выплачивать зарплаты людям, которые на него работают. Я понимаю, это требует немалых смелости и гибкости. Попросту говоря, мне стыдно за себя. Я так привыкал к текущему положению вещей, что больше не пытаюсь улучшить свое положение. Разве ты не так? Ты ведь изо всех сил стараешься добиться своей цели. Стараюсь, да. Но изо всех ли сил? Это спорно. А мое намерение невежества вызвано тем, что мне попросту страшно. Страшно? Я понимаю, что у меня очень мало шансов получить роль в опере. Правда. Я понимаю, что у меня недостаточно связи, они соответствуют ожиданиям индустрии. У меня нет высшего образования, и еще другая. Блин, как ты достала своим нытьем! Или иди делай, или заткнись! Меня это не беспокоит, серьезно. Потому что... Потому что я вся... Все это боль мне уже знакомо. И... Наверное, в глубине души... Самая мысль... Опять выслушивать отказы, опять терпеть новые удары. Все это... Вот все это... Тешело. Ориона. Извините, что мне приходится слушать мой вздор. Я не хотел. Я тоже не хотел, поверь мне. Ориона. Можно я сделаю тебе напиток? За счет заведения. Ну... Настаивает, так ведь? Да. Ну, тогда... Можно мне синий чай? Только без молока и без... Имбиря, пожалуйста. Синий чай. Синий чай. Без молока и без имбиря, да? Мотыльковый горошек. Так. В друзьях что-то изменился. Рэйчел. 29 февраля. Вот это и повезло с днюхой, да? Свою семью, кошек, молоко и вас. Танцую, пою и гоню за своей мечтой с 13 лет. Не собираюсь останавливаться. Тут что-то еще одно есть. Что, блин? А! Ориона. Да-да-да. Не рождение. Та-та-та. Певица. Ага. Доставщица в грувер. Подрабатываем. Доставщица в первую очередь. Потом певица учит. Как-то это так. Синий чай у нас. Мотыльковый горошек. Так, держи. Надеюсь, тебе понравится. Спасибо. О чем задумалась? Сейчас я переосмысливаю истинные причины, по которым я всем этим занимаюсь. Что привело меня туда, где я сейчас? И что же это? В смысле, что это за движущая сила, которую ты сейчас ставишь под вопрос? Я хочу освободиться от предрассудков, как общественных, так и своих. Я хочу освободить не только себя, но и тех, кто на меня похож. Ой, блин. Ты, блин, Че Гевара юная. Ясно. Значит, не обязательно через оперу. Прошу прощения. Достичь этой цели можно разными способами. Например, через политику. Наверное, но... Я просто привела пример. Чего сразу... Ну да, переубедить людей быстрее всего получиться через индустрию развлечений. Но ты ведь не хочешь этим заниматься, да? Мое сердце принадлежит опере, поэтому я хочу развиваться в этом направлении. Пока могу. Только вот... Еще я считаю, что мне пришло время расширить свои горизонты. Я не хочу пройти свою жизнь в клетке собственного страха. Ты проводишь жизнь в клетке доставки! О чем ты вообще говоришь? Ну, хоть мне жаль, что все мои предыдущие попытки не привезли никаких результатов. Не думаю, что ты старалась зря. Когда вкладываешь во что-то душу, это всегда чего-то достоит. Ну да ладно, что теперь будешь делать? Я не уверена. Я уже отказалась от предложения Лукаса... Лукаса? Инфлюенсера, который в последнее время сюда зачастил. Почему это я, мне кажется, не знакомым? О, погодите-ка! Ты его знаешь? Не особо. Ну, кажется, мы подписаны друг на друга в Томачили. Это... Если это тот самый Лукас, конечно. И что он тебе предложил? Он пригласил меня на свое новое шоу. Он сам пока не опреклился его форматом. Главная идея — дать голос неизвестным талантам, показать их и привести с ними интервью, чтобы привлечь к ним внимание. Ясно. Ну, отказался от предложения. Что теперь? Позвони ему. Что? Или напиши. Скажи, что передумала. Что самое худшее, что может случиться? Передумывать не преступление. Если он тебе откажет, ему же хуже. Не уверена, что ему стало бы от этого хуже. Просто сделай это. Напиши ему. Ага. Бедный Лукас. Ему придется еще... Вот это вот... Ладно. Он ответил, что пишет. Он рад, что я передумала. Он собирается написать мне позже, чтобы подробнее все обсудить. Похоже, прямо сейчас он занят. Ну вот, с этим разобрались. Ага. Да, спасибо. Ну ты душнила просто. Риона, ты душнила. Ты просто космических масштабов душнила. Это... Я уверен, что придерживалась таких узких взглядов. Не могу сказать, что они отрицательно влияли на мою жизнь. Это привычка, которая сформировалась у меня со временой жизни в общине. В общине? Мы больше раньше собирались вместе, чтобы защититься от внешнего мира. У каждой из нас была своя роль, но мы действительно... Но мы действовали... Мы действовали сообща. Как шестеренки в механизме. Интересно. Я об этом не знал. Но ты ушла из общины, верно? Да. Было сложно? Нет, потому что мы не секта. Извини, я не имела это в виду. Ничего страшного. Община это просто защитный механизм из далекого прошлого. Получается, мы не так часто видим банши? Потому что многие до сих пор живут в общинах? Да. Мир по-прежнему слишком к нам добр. Но мы понимаем, что в конце концов нам придется вновь открыться внешнему миру. Ну что ж. Поэтому я научилась водить машину. Кажется, тебе нравится проводить время за рулем. Так есть. У меня будто есть, собственно, передвижная крепость. Вождение меня успокаивает. Даже когда попадаешь в пробку. Передвижная крепость, значит? Никогда не думал о машине в таком ключе. Интересно. Я, наверное, пойду. Да, мне тоже пора. Если хочешь, я могу тебя подвезти. Правда? Я живу далеко отсюда. Ничего страшного. Мне интересно, как у Рэйчел нету своей тачки. Ну, то есть она достаточно успешный человек. Ладно. До скорого. Хорошей дороги. Спасибо за беседу. Конечно, до встречи. Блин, я не знаю. Рэйчел каждый раз, когда приходит, это просто духота какая-то. Она такая, ну вот это, да-да-да-да. Думаю, подожду еще часок. Лимонни и Сникет. Счастливая история. Нет, уже следующий день. Я не знаю. Видимо, сегодня больше уже никто не пришел. Хорошо. Значит, эта серия будет немножечко покороче. Ну, я такое двусторонне. Я рад, что пришла Рэйчел, но не рад, что пришла Риона. И они так, типа, уравновесили друг друга. Все, ребятушки, мы на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи и добра. Побра. Всем молодушек. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok